Как-то раз моя подруга сказала мне, если опаздываешь на самолет, бери с собой паспорт, деньги и телефон. Парадоксально, но факт. В 21 веке наша семья, друзья, книги, фотографии, документы, банковские карты, игры, все находится в наших телефонах. Тогда в такой ситуации грех не воспользоваться телефоном для изучения китайского языка, не правда ли? В последнее время стандартные занятия с учителем в классе все больше сдвигаются в сторону коммуникативного подхода, когда все нужно отрабатывать на практике. Ученики все большее предпочтение отдают приложениям, чтобы делать ошибки анонимно и работать над ними в частном порядке. Но какое приложение выбрать? Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Вы каждый день меня просите поделиться полезным приложением для изучения китайского языка. Уговорили! В этом видео я поделюсь с вами полезными и эффективными приложениями для изучения и прокачки китайского языка. Ну что, готовы? Поехали! На берегу скажу, что искренне считаю, что приложение – это только дополнительный инструмент к основным занятиям. Пока в мире нет такого приложения, которое могло бы достойно заменить настоящего учителя. Потому что язык – это не только речевая, но и эмоциональная коммуникация. К сожалению, приложение не заменит настоящего преподавателя, живого собеседника и качественную обратную связь. Если вы это понимаете и хотите учить китайский всерьез, но пока сомневаетесь, а стоит ли изучать китайский, а подойдет ли он вам, а вдруг у вас не получится, я от всей души приглашаю вас на мой бесплатный игровой практику «Китайский – это легко». «Китайский – это легко» – это 4 практических урока в формате игры, на которых вы научитесь произносить китайские тоны, напишите свои первые китайские иероглифы и, кстати, запомните целых 30 иероглифов всего за 5 минут. Поставите цели в изучении китайского языка и поймете, как можно изучать китайский легко, весело и с удовольствием. Чтобы попасть на практику, переходите по ссылке в описании под этим видео. Увидимся на уроках! Итак, приложения. Сейчас я назову 10 приложений, которые подойдут для разных уровней. Сначала назову приложение для изучения китайского, а потом для его прокачки. Первое приложение – это Chainizi. Приложение для начинающих, в котором вы найдете прекрасную подачу иероглифов. Благодаря мультяшным картинкам иероглифы как будто оживают и очень быстро запоминаются. Если вы боитесь, что иероглифы – это какой-то дремучий лес, попробуйте поиграть в это приложение хотя бы пару дней, и ваши страхи уйдут. Еще одно приложение – это WordMatch – китайский язык. Хотите в игровой форме изучать и запоминать лексику? Тогда это приложение точно для вас. Через игру вы будете зрительно запоминать иероглифы, пенинь, то есть транскрипцию, и перевод. Приложение подходит как для начинающих, так и для тех, у кого уже есть определенный набор слов. Китайский язык Слауши – это стильное и простое приложение, которое создано специально для изучения и запоминания слов и иероглифов. Здесь вы можете выбирать и учить готовые списки слов из всех уровней HSK и популярных приложений и учебников китайского языка. Также можно изучать слова по карточкам и прописывать иероглифы прямо в телефоне. Так что если вы поборник технологического прогресса и никак не хотите прописывать иероглифы в прописях, это приложение для вас. HelloChainese – это приложение для изучения китайского по разным аспектам. Это и фонетика, и иероглифика, и грамматика, и речь. Подача в игровой форме, плюс есть возможность перескакивать то, что вы уже знаете. Приложение подходит для самых разных уровней. А теперь несколько приложений, которые могут оказать вам очень большую помощь в повышении уровня владения китайским языком. Это те приложения, которыми пользуюсь я сама, и я их очень искренне рекомендую. Если первая часть – это приложения, которые я рекомендую рассматривать в качестве дополнительного инструмента и ни в коем случае не опираться на них как на основу, то эти приложения действительно могут стать частью вашей жизни и помочь вам совершить рывок в знании китайского языка. Да, и в конце я назову свое самое любимое приложение, которое я открываю практически каждый день. В первую очередь это китайское приложение Сяохуншу, или дословно «маленькая красная книжка» или «красная книжечка». Чтобы знать «титалхай» или «аутентичный настоящий китайский язык», нужно следить за трендами, идти в ногу со временем. Поэтому это приложение – настоящее сокровище. Там вы сможете следить за разными китайскими блогерами, читать их посты и смотреть короткие видеоролики. Алгоритмы очень точно подстраивают материалы под вас и рекомендуют вам те тематики, которые вам максимально близки. Приложение «Сималая» или, как его еще называют, «Сималая» – это подкасты. То, что нужно абсолютно точно всем, кто изучает китайский язык. Работа над своим аудированием – это очень важная база. Что удобно, вы можете найти подкасты и каналы по своим интересам и слушать то, чем вы интересуетесь в обычной жизни, но только на китайском языке. В этом приложении подкасты можно одновременно слушать и читать скрипт текста, что, конечно же, очень удобно, если вам не все понятно. Я рекомендую слушать подкасты перед сном или во время прогулки. Я сама очень часто слушаю подкасты, когда гуляю в лесу. Как правило, это тексты о личностном росте и психологии, потому что я также являюсь практикующим психологом. И мне очень интересна эта тема. Плюс перед сном я могу слушать медитации на китайском языке. Приложение «Куайкан» – «Скорее смотри» или «Скорее читай». Если вы книжный червь, то вам сюда. Здесь можно читать комиксы или смотреть журналы. Почему бы не начать делать это на китайском? В этом приложении есть огромное количество манхуа – комиксов на китайском языке. А благодаря комиксам вы узнаете много сленга и цифровых кодов, которыми часто пользуются китайцы в переписке. Дэтао! Получаю! Вот уж получаю, так получаю. В этом приложении вы найдете огромное количество вебинаров, образовательных уроков и видео от китайских ученых, специалистов и преподавателей из разных сфер деятельности. И последнее. Как и обещала, мое любимое китайское приложение – это китайский TikTok. Если вы любите смотреть короткие, интересные и полезные ролики, то вам точно нужно это приложение. Здесь вы найдете отрывки из фильмов и сериалов, какие-то смешные моменты из жизни, нарезки новостей, много образовательного контента от экспертных блогеров и много чего другого полезного и интересного. Говорят, что если вы не в Китае и у вас нет китайской сим-карты, то это приложение скачать не удастся. Ничего страшного, не расстраивайтесь. Есть аналог, называется он «Куайшоу» – «Быстрая рука». Мои шпионы докладывают, что там все то же самое, потому что китайские блогеры очень любят репостить свой контент по разным соцсетям. Вот и все приложения на сегодня. Еще раз напоминаю, что приложение – это отличный инструмент, который подойдет для проведения досуга с интересом и пользой, но который никогда не заменит настоящего живого общения. Рассказывайте, а как вы учите китайский? Какими приложениями пользуетесь? Мне очень интересно почитать. Ну а пока я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих роликах. С вами была Анна Кузина. До встречи. Бай-бай!